Допускаемые напряжения Способы определения Допускаемые напряжения можно определить двумя способами – табличным и дифференциальным, или расчётным. На слайде приведена формула для определения допускаемых напряжений дифференциальным способом. А ниже представлено обозначение нормальных допускаемых напряжений на определяемом виде деформации при неограниченном сроке службы деталей, предельные напряжений для материала деталей характеристики материалов, предела текучести, временного сопротивления, длительного предела выносливости при знакопеременном симметричном цикле нагружения. При статическом нагружении предельное напряжение равно напряжению текучести для пластичных разрушения деталей, ну, например, для стали. Предельное напряжение при хрупком разрушении детали определяется временным сопротивлением. При динамическом нагружении за базовый принят симметричный знакопеременный цикл, и предельное напряжение в этом случае равняется длительному пределу выносливости при знакопеременном симметричном цикле нагружения. Допускаемое напряжение. Способы определения. Продолжение. Продолжаем. Рассматривать составляющие, входящую в формулу определения допускаемых напряжений. С – это запас прочности или коэффициент запаса прочности. К с индексом сигма – эффективный коэффициент концентрации напряжения. Он берется больше единицы, выбирается по таблицам в зависимости от вида концентратора напряжения. Резьба – это отверстие микронеровности или что-то другое. Эпсилон – масштабный коэффициент. Коэффициент запаса прочности. Коэффициент запаса прочности или по-другому запас прочности обозначается буквой S. Коэффициент запаса прочности принимается конструктором по рекомендациям или определяется расчетом по формуле S равняется S1 умножить на S2 умножить на S3. Коэффициент запаса S1 учитывает точность расчетных схем и обычно уберется в пределах от 1,2 до 1,5. Коэффициент запаса прочности S1 берется в диапазоне от 2 до 3, когда нужно получить деталь высокой точности. S2 учитывает изменчивость свойств материала детали по ее сечению, например, однородность материала. Посмотрите иллюстрации на слайде. Коэффициент S2 берется в пределах от 1,5 до 1,1, если в качестве заготовки деталей используется прокат, паковка и штамповка. Коэффициент S2 берется в пределах от 1,15 до 1,2, если в качестве заготовки берется стальное литье. И коэффициент S2 берется от 1,5 до 2,5, если в качестве заготовки берется чугунное литье. С3 учитывает степень ответственности детали. В общем машиностроении принимается значение коэффициентов S3 в пределах от 1,0 до 1,5 для наиболее ответственных деталей. Допускаемое напряжение. Статическое нагружение. Статическим нагружением называется нагружение, при котором числовое значение нагрузки, ее направление и место приложения постоянны или меняются очень медленно и незначительно, что иллюстрируется графиком, приведенным на слайде. На слайде также приведена формула для определения нормального допускаемого напряжения на определяемом видом деформации при неограниченном сроке службы деталей. При статическом нагружении предельное напряжение равняется пределу текучести при пластичном разрушении детали, например, если материал детали – сталь, и предельное напряжение равняется временному сопротивлению при хрупком разрушении детали, например, когда материал детали – фарфор или чугун. Допускаемое напряжение. Динамическое нагружение. Динамическому нагружению соответствуют циклы. Симметричный знакопеременный – вращающиеся валы, пульсирующие от нулевой, зубья зубчатых колес, асимметричный знакопостоянный – винты и пружины, или знакопеременный – большинство деталей – элементы ферм-мостов. При динамическом нагружении прочность детали снижается с ростом числа циклов нагружения, что иллюстрируется графиком, приведенным на слайде. При числе циклов более базового, который обозначается n нулевое, для стали n нулевое равно 10 седьмой степени, прочность детали снижается до длительного предела выносливости σ-1. Показатель степени m берется в пределах от 6 до 9. Если нет экспериментальных данных, то длительный предел выносливости высчитывается по формуле, приведенной на слайде. Контактное напряжение Контактное напряжение возникает при взаимодействии тел, размеры площадки контакта которых малы по сравнению с размерами самих соприкасающихся тел, например, контакт двух стальных круговых цилиндров по общей образующей. Числовые значения контактных напряжений намного превышают как значение других видов напряжения, растяжения, изгиба, так и механических характеристик материала. Мгновенного разрушения при этом не происходит только потому, что в зоне их действия материал находится в условиях всестороннего объемного сжатия. Максимальное контактное напряжение на площадке контакта вычисляют по формуле Герца, приведенной на слайде. Ниже приведены обозначения составляющих, входящих в состав формулы. Продолжение следует...